ну что ж церковь придется мы продолжаем проходить black book просто ли было довольно таки ну такой интересный довольно пассивный да вот мы с вами на пути к тому что ты четвертую печать все-таки да я не знаю я надеюсь я вот надеюсь что я уже какую третью серию вторую серебра говорю что надеюсь что в этой серии откроем седьмую печать но я надеюсь что в этой серии макро наконец-таки печать четвертую уже да и мы все ближе мы все ближе к финалу становимся да вот поэтому сашку удобнее надевать предпись предупреждать куш подчерпить к петель и петельным просмотром собственно продолжаем проходить данную игру напинаюсь игра вообще-то если что да там но семейная группа города можно семью посетить посмотреть даст близким еще нет мата нет или он будет максимально запекан и все он будет да вот это так я еще расскажу сразу да если ты не смотрел по всей ссылочке у меня находится на плейлист полом прохожденной игры и подскажешь сверху справа там будет такая кружочек с восклицательным знаком дали с буквой и вот там тоже подсказочка там просто серии прикреплена и плейлист полом шинга игры из телефона чуть ниже описание спускай что вы прикрепленные прошлая серия также и плейлист с помощью этой игры мы с вами собственно продолжаем проходить данную игру селика будет довольно-таки наверное интересный смысл свой здесь собственно лагерь разбили с тобой до в лесу вот с таком меню мини-боссом так ну давай посмотрим счет грешница 20 к себе нормально спасибо в комментариях можно ли вот их не тратить и чтобы эти грехи не копить уже столько уж уже грехов а долин трава не я тебя поливал я тебя поглощение урона спасибо вот и выполнил строй от пол не взял следующий урмялось просто видишь они мне ну если их остались мне минус 4 хп дает он просто как добрый вечер этот минус не урона блин дает да плюс это в плюс счет там еще сток статуса благословения и что и не смогу использовать благословения то есть такой серый год и генерации тоже не смогу использовать сейчас его оставлю как бы такое включена заворять делу и чет урон в словах еще на один увеличу защиту слов ах еще на один тогда подожди тогда что посвящено здесь это количество предметов надеваемых этот цены магазины шкаешь спорта на вход на один получить добавить слова программ каждого вход вашу руку ключик и а здесь что ну я общество прокачал бы знаешь ну а пока чайство вот это чем бы нет тогда сначала сохранимся собственно почему бы нет так ну что так давайте выпускаем черную книгу что здесь у нас за кадром еда переложу может быть может быть и попозже про сейчас него не хочет там и перекладывать что нового добавлять там подобное в лесу не первый день много чего видел теперь нам на гору забираться оборот не сбегаются к вожаку хозяину всей этой горы я знаю дорогу проведу отдохни пока что это был за мужик то на нечистого не похож то шурале был спалю да кто же еще в любом обличье узнаю к нему оборот не сбегаются если их не расколдуют знатки или священники ваши то так и остаются зверьми как-то у меня родной человек пропал и дед егор помог грамоту составить грамота просьбы лишь он пишет на бересте оставлять на враге миру людей и леса леший все равно не вернул и и чем я забрал тут у полюда этот был значит не боялся показаться теперь то мы его выследим с тобой давно тебе егор то помог давненько ты была у него еще малой когда грамоты вернуть не удалось мы сами искать пошли нашли жену мою да поздно было где там чуть плох я помню говорить сложно непривычно как-то видел других поезжан как-то плохо припоминаю словно в тумане все бежали будто со мной николай тоже был нас манила сюда горе словно звал кто мы побежали один быстрее другого так разделила нас потом я дедушку встретил он меня взял где-то другие рядом я и сейчас чувствую что за мужик с тобой был то дедушка домой меня вел я за ним бежал все в лесу с ним слышал тебя тоже давно услышали добрый такой дедушка ты себя как чувствуешь что-то плохо помню я в деревне жил не в лесу так ведь сколько времени-то прошло много мальчик неотрывно смотрит на пламя и кажется теряется в своих мыслях понятное дело блин тогда спрос поговорим вот и близко мы уже это я тебе как суседка ворожей говорю что ты еще нагадать можешь не мне это ремесло плохо всегда давал да и кому дается другие суседки тоже не в попад все больше лепит ладно не боись поможем мы твоим поможет только кукушкиными слезами запасись но сгул где гор был еще будьте мудрецом выйди вперед и знание твое станет хлеба опа на наберег 4 я же это у меня же то есть странно так я бы взял вот это сто процентов и вот этого взял от что летучая крада понятно он так next идем после нескольких часов отдыха вы продолжаете путь среди лесов у подножия полюда можно забыть что где-то не так далеко стоит чердань кажется что этот лес появился на заре времен ваши мысли возвращаются к свадьбе могли ли вы что-то противопоставить александру или исход был предопределен судьбой держите ваше размышление прерывает нечисть вы видите ее горящие глаза среди деревьев так вам давай сама время книгу нам 100 переложить так ну что давай сейчас сюда сложил тогда начнем вот отсюда тоже здесь прям хорошо все есть вот это вот это сто процентов мы кладем 1 вот это вот это у что надо попробуем с тобой я э э э э э э э Продолжение следует... А где оно? Продолжение следует... 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 Что-то используется, я смотрю. Ну, тут нечестно, у тебя союзник есть, а ты мне заблокировал. Нормально, все хорошо. Так, ну, снова вот так вот делаем с тобой, получается. Сейчас, где раз получится или нет, думаешь? Ну, блин, надо все в сейф уходить, давай в сейф уйдем. Хорошо. Сколько, блядь? Тридцать четыре. А я знаю, как я сделаю, смотри, раз. Я сейчас сделаю чуть по-другому. Рагент он, вон он. Да, в общем, будет прикольно, да, если с ним сработает, да, вообще буду классно. Сработало. Ну что, 22 хп у тебя всего лишь, да? Это что? Да все, хоржики, 49 мальчик, ты мне надоел, честно. Погнали, раз, раз. Надо менять карточки, ну, они такие, кстати, на лучший бы урон. Лучше бы урон, конечно бы. Ну, пойди, ББ, уже все, да, мы ББ, конец-то. Дай-ка я нащу сделала вот так, наверное. Это же прикольно. Тоже прикольно. Это прикольно. Продолжение следует... Тоже прикольно. Похоп, долг. Субтитры сделал DimaTorzok. Достаточно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хер его знает... Я так понял, они добавляют просто карточку какую-то, да, которую ты выбираешь. Ну, хер его знает, хер его знает. Прикольно, но... Как бы да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь мы столько мыслей плохих... По словам охотника, здесь волки нагнали могучего лося. Стая утащила тело зверя куда-то на восток. По словам охотника, здесь волки нагнали могучего лося. Понял. Поняли. Вы чувствуете запах крови, прежде чем лунный свет вырисовывает волчьи тела, погруженные в неистовый пир. У некоторых зверей красные глаза. В стае есть оборотень. Но, кажется, он не может добраться до добычи. Насытившиеся волки не мешают вам, когда вы приближаетесь к оборотню. Вы начинаете шептать слова обряда, но быстро понимаете, что отведавшего животной пищей оборотня нельзя вернуть. Зверь пытается вас укусить, и вы отдергиваете руку. Судя по остаткам одежды, это одна из подруг невесты. Понятно. Да уж, да уж. Айрат продолжает вести вас по следу. Вскоре тропу обступают нависающие, словно церковные своды, деревья. Через несколько шагов ваш путь преграждает стена сплетенных ветвей. Айрат хмурится и вытаскивает топорик. Вы настаиваете на поиске другого пути, и башкир неохотно соглашается. Прежде чем вернуться на тропу, вы изрядно поплутали и потратили много сил. Нормально, зашел хвешку сняли, нормально. Все хорошо у вас, все хорошо. Впереди слышится осторожное бормотание ручья и мирные стоны ветвей. Вы чувствуете нечисть. Впереди на камне чешет склизкие волосы русалка. Спутники, подходите, подходите ближе. Как колдуны. Кажется, Айрат пошел с чаром. Он делает шаг в сторону покойницы. Вы хватаете его за рукав и шепчете заговор. Наваждение исчезает. Русалка шипит в гневе. Зачем вы здесь, колдуны-векшицы? Погоди, не злись. Нам на вершину нужно добраться. Ручей-то твой мы не собираемся портить. Да, это мой ручей, мой. Хочешь пройти, завещая жертву, тогда пущу и расскажу о кладе. Другой знатки тут оставил неподалеку. Что за жертву ты хочешь? Знаю, у вас колдунов черти работу просят. Вот и пусть один заведет ко мне человека. Как видишь, я всего лишь жду гостей. Сыграем, 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 сыграем. Выиграем, расскажешь про клад. Так и быть, но проиграешь, заберу душу. Сейчас посмотрим, кто кого. Так, так, так. Давай, 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 давай. Давай, давай. А то, что, деремся, деремся, давай сыграем хоть в картишке-то. Так, что у нас там? О, как раз пики. Ну, нормально у нас. А нормально что с 36-й, все хорошо, что с 36-й. Давай, давай, давай. Семеркой. Держи, еще. Берешь, берешь, понятно. Десятка, пожалуй, десяткой. Ясно. Маль, честно играет, да ну нафиг, серьезно. У нас, мой, у нас тупиковый туз. Вальт он на битах. А, ну, ясно, как честно играешь, нормально, да, потасовываешься. Ток, что ты выбросил шестерку эту, пиковую, зачем ты сейчас, вот опять. Взял куток, что поток, что ход на козырь, ты выкидывал этот, и снова им же ходят. Я в шоках. Восемь, балет, король. Тот же. На девяточку. Четыре туза, добрый вечер. Все хорошо. На туза. Ага, вот уж нету, зот в курсе. На даму. Давай, 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 восьмерочка. Да, да, давай, 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 давай. Туз. 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 Да все, 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 куда-то, что ты там, колдушь, алло. А что, а вот да, а все. Еще вот, еще вот узон сходил, пик он на туз. Не бойся. Расскажу, как вы уговаривались. Если на восток пойдешь, пещеру найдешь. Там умер колдун один. Да не смотри, так не от меня. А незнамо почему. Вы преодолеваете брод, внимательно следя за русалкой. Но она скрывается среди асоки и больше не показывается. Вот так вот, там доиграть, поучись. Ладно, прошу, что нет, как-то, 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 да. Подожди, я правильно поменял? Э. Блин, ну молитву. Я вот что-то это поставлю. Так, ну, летс гоу. Дима, одну серию, только одну локацию, и мы прохотели, что? Извилистый ручей приводит вас к неприветливой пещере. В тоскливом мраке небольшого зала вы различаете серые человеческие кости. В воздухе ощущается колдовская сила, сохранившаяся в этих останках и старом пестере, что лежит неподалеку. Пестер, плетеные, злыка, корзины или короб. Или короб. А, короб, наверное, да. Одежда истлела, и сказать про погибшего теперь можно лишь то, что он умер очень давно. Возможно, дикие звери не растащили его останки, потому что в этом месте осталась колдовская сила. Вы открываете пестер, и из него вылетают несколько испуганных и схудалых чертей, которые тут же скрываются во мраке. Внутри лежит старое веретено, от которого вы чувствуете недобрую, вредоносную силу. Кто знает, может, этот предмет и погубил предыдущего владельца. Руку пронизывает резкая боль, когда вы прикасаетесь к этому проклятому предмету. Не в силах побороть себя, вы кладете веретено в свою сумку. Одежда истлела. И сказать про погибшего... Так, хорошо, с головы. Невдалеке от вершины полюда вы находите поляну, купающуюся в лунном свете у обрыва с видом на окрестные леса. Наверняка здесь найдутся целебные травы. О, давай. О, сюда. Куда, стой? Куда ты? О, сюда, 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 сюда. Все хорошо, ровно лишь. Где-то явно спрятано, что я уверен в этом. Смотри, смотришь, смотришь. Ну, ясно. О, сюда. Это нам как раз с тобой и надо. Я плохо помню, что было до того, как меня дедушка водил. Где мы жили-то, Василиса? Покчинский ты, Петька. Вспомнит. Со временем. Я такое встречал уже. Одного охотника-шураля водил. Но тот так толком и не отошел. А этот еще молодой. Оправится. Ничего, Петька. Мы тебя поладим, все вспомнишь. Я домой хочу, Вася, к матушке. Ваши мысли возвращаются к свадебному дню, когда вы искали травы. Вы вспоминаете истории, которые вам рассказывал дед Егор. Про колдунов, проигравших свадку. Вы никогда не думали, что такое может произойти и с вами? Ну, бывает, что. Держите, ребята. Ну, все, я думаю, можно покидать местность. В принципе, больше чего такого нет. Упу-пу-пу, сто, все, 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 все. Я не думаю, что можно зайти. Опа-на. Спрятали, да? Думали, спрятали? Нет, я нашел. Мне хорошо, что нашел. Все, let's go, короче. Готово одолеть лесового? Ну так, не зря мы весь этот путь-то проделали. Ща будь босс, да? А я сомневаюсь. Не готова ты. Свадьбу твою испортили. Да и у подножия ты его упустила. Чего? Почему здесь иначе будет? Ай, нам нельзя его упустить. Знаю, как нам быть. Лесовой силу свою берет из леса. Лес силен по-людски, силен и он. Нам нужно поджечь деревья. Тут поджечь, у верхушки. Тогда шурале ослабнет, а лаберга не уйдет. Ну, как думаешь? Нет, еще какой грех удумал-то. Лес тебя самого кормит. Ладно, поступай, как знаешь. Какой ты, что, дурак, что нет? Суждаем, только не надо, не надо такое. Помпору. Так, мы поехали. Раз. Так, где же еще? Опа, 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 опа. Не готова, говорит. А сам-то вот, накинулся, да? А вот где-то там чердень, а там севернее Вильгард, Покча, Николая ждут. Где-то там чердень. Сам напал, а я уже там сражаюсь, нормально. Когда мы домой-то вернемся? Хватит плакаться! Радуйся, что вообще живой! Мальчик закусывает губу и прячет слезы за изодранным рукавом своей рубахи. Что-то ты злая стала. Такой осень, не надо такой быть. Тропа ведет к самой вершине. Железный запах крови не предвещает ничего доброго. Вы ускоряете шаг, но вдруг замираете. Впереди оборотень. В его оскаленной пасти не хватает клыка, а горящий взор почти лишился остатков человечности. Волкалак неумолимо приближается. Он смотрит из-под лобья, оценивая вашу силу. Мне будет трудно достучаться до человека, что под этой шкурой. Как же к нему обратиться? Это не волчонок, да одежда вроде не стонтона, смотрите. Николай, так ты че не помнишь меня-то? Волк скалит зубы и бросается в атаку. Ну ладно, то это по-простому че. Так он посередине, да, у нас собственно. А-а-а, да. А-а-а, да. Ну ладно. Ну сразу так сделаем с тобой. На всякий, да. Да, по нему раз. Ну ладно. Ну как хорошо. Ну будет больно. У-у-у-у-у-у-у. Здесь ходов нету, хорошо. Хорошо. Так, ну нам туда сейчас лучше уходить, я думаю, в хил. А-а-а. Я вот потихоньку регенерацию-то пигачить. шина этот на броню нет никаких трав а жалко не трав на эту броню потому что было бы неплохо использовать час нормально 2 в поле нормально так 1818 да у нас собственно с тобой здесь и и давай я думаю лучшего он он того взять утопу дам ну как хорошо для очень больно сейчас будет ой могу использовать броню хорошо так классно спасибо и че все правильно я пора рассчитал то сейчас он все даже будет все хорош ну понятно кому это сделал ну ладно ким союзником еще не все что какие союзники все-то один остался так ну собственно что мы делаем с того да ну я думаю принципе все по-простому это вот это сто процентов добавляем так 19 будет а вот так вот это хорошо это мне уже нравится ну все бабы короче прощай б б б б б тебе зверь падает замертво от ваших заговоров кажется он все еще жив но силы быстро его покидают не какой-то новое добавился нормально нормально о мы с тобой можем добавить да собственно блин ну было неплохо конечно бы ключики балаешь там да ключики 19 уровня понятно ну через мгновение волк обращается в фитку гармониста вы чувствуете как четвертая печать начинает терять силу Ну-ой-ой. Где это мы? Что-то я головой ушибся, а ли, как ли... Погоди, Фёдор, потом поговорим. Ты вон за парнем этим присмотри. У меня ещё дела тут есть. За мной ходить не вздумай. Опасно тут. Ладно, хорошо. Что-то я ничего не пойму. Потом всё объясню. У самой вершины зияет чернильный провал пещеры, резко выделяющийся на фоне безжалостного лесного пожара. У входа вас дожидается Айрат, задумчиво всматриваясь в темноту. Не уйдёт от нас, Шурале. И за свадьбу ответит, и за сокола, и за мою семью. Ты в своём уме сжигаешь лес, что тебя же и кормит. Кормит? Он меня кормит? Да хоть бы и так. Ну что моя жизнь, что жизнь других, когда он утягивает всех в бездну. Я не буду скотом, которого выкармливают на убой. Смотри, смотри в провал. Видишь мрак? Пусть все твои дьяки зайдут туда со свечами. Они не прогонят его. Думаешь, мы можем с ним договориться? Он не скажет ни слова. Дикий как ночь. Да в карте сыграем в карте. Северный ветер. Что мы для него? Подлёсок, гниль. С ним не договоришься. А вот отомстить можно. Айрат. Нет. Спортили бы твою свадьбу без этого беса. Стали бы они волками. Думаю, нет. Он этого хотел. Он это получил. А теперь пирует их душами. И смеётся над нами. Айрат делает шаг и скрывается в тёмном провале пещеры. Ай-яй-яй. Вы пытаетесь догнать охотника, но он ускользает, словно во сне. Охваченный пламенем полумрак пахнет кровью и горящим лесом. В глубине пещеры вы находите волчьего пастыря и оборотня в изорванном солдатском мундире. Рядом с ними стая волков, а у их лап тело Айрата. Такое, такое. Только, думаю, ты узнать не готова. Кто ты такой? Думаю, тебе это и так известно. Ты часто меня в своих заговорах поминаешь. Волчий пастырь. Мне нужно открыть волчью печать. Знаю, это твой выбор. Тяжёлый, опасный. Николай откроет печать. Что? Кого? Убил его жену. Я победаю и повиноват. Готово. Кто насылает бесов, ты сама знаешь. А тот бес, от него запах твоего колдовства. Но я тогда ещё не была колдуньей. Да, ты была слишком юна. Но твоими бесами владел другой колдун... Не может быть. Я пришла за солдатом. Хочешь забрать его? Но ему будет лучше со мной, безопасней. Среди волков? Его душа спасётся. Среди людей всегда есть опасность грехопадения. Но, будь по-твоему, не зря же ты проделала этот путь. Забирай, Николая. А мне пора. На ваших глазах волчий пастырь растворяется в едком дыму пожара, словно его и не было. Вы быстро проводите обряд над Николаем. Николай открывает глаза. Но прежде чем вы успеваете что-то сказать, чёрная книга вырывается из ваших рук. Ещё одна печать открыта. Печать открывается со вспышкой и всплеском силы. Вы осматриваетесь. Кажется, пожары, древнее колдовство начинают разрушать эту пещеру. Держитесь! Телеги вот-вот перевернуться! Выселись! Что? Пожар! Открыли печать. Господи Иисусе, ты не ел ничего? При памяти? Хоть одна хорошая новость. Кажется, я с невестой, и мы по двенец ехали с поездом. Всё так. Спортили нас. Не уберегла я. Спортили? Это как? Где вы? В волков поезд обратили, Коля. Кажется, пещера может обвалиться. Я объясню всё позже. Нам нужно выбираться. Волк. Достижение. Такое-такое. Как будто, знаешь, она за счёт, из-за книги и ослабевает, а и, ну, Клау 4, как Леши по лесу водит, Клау 4, и становится, видишь, агрессивнее, как будто бы такое-такое. Николай! Ау! Есть кто-нибудь? Прошка! Холодный какой туман. Мне нужно выбираться. Вроде бы на запад к Чердани. Так, а где тут запад? Может быть, если выйду на поляну, пойму? Да, мы с тобой продолжим за счётами. Это западонтовая кастерика была, в принципе. И, как говорил, мы открыли с вами печать. Четвёртую печать. Там, четвёртую печать, да? Да. Четвёртую печать мы с вами открыли. Четвёртую печать. Ууу, это мне надо. Это мне надо. Вот. Спасибо за суток. Такая, блин, с посерегома принесла. Увидимся на 4. Давайте. Давайте.